Алексей Корытько Алексей Корытько Тренер Щерпаковой Светланы И Алексей Вот только что вернулся из Китая Узнаем подробности Из первых рук Спасибо за поздравление Спасибо всем, кто нас болел Поддерживал Что смогли Сделали, старались Условия тяжелые были Жара Мы потеряли много Собственного веса Повлияло это Поэтому у Петрова в меньшей категории была Да, в последний момент Старший тренер Вес уже был 58 кг А когда уезжали Был вес 61,5 кг У Щербаковой тоже Где-то около 74 кг А там уже доходил до 48 кг Нет С едой все нормально Все в порядке Условия, нервы Небольшие болячки Полезали Климатизация Создавали проблемы некоторые И Когда начались соревнования Как бы Приорезно конечно планировали И мы и старшие тренеры И сами Спортсменки Чтобы обязательно быть в призах А то и выиграть Ну условия так сложились Ну и не только у нас У многих Потому что многие девочки там худели И тяжело им было Первые тренировки они приезжали Бодренькие такие Да Уже К десятому дню Когда выступали Уже видно то что Спортсменки подустали И морально И физически Вот И результаты как бы Другие совсем Но По поводу общей картины Да Результатов Можно посмотреть по По таблице Да Что первая тройка Это Железно Высший норматив Мастера спорта Международного класса То есть Уровень серьезный был Да Результаты серьезные Нида Проходных категорий Там либо Проходных участников не было Вот И Я хочу сказать Что в некоторых категориях На взрослых даже Соревнованиях Могли бы Дать борьбу Девочки Даже в 63 категории Хорошие категории Да Я посмотрел в 63 Очень высокие результаты Хорошие результаты А у нас Что бы сказать про нас Да Всех соперниц мы знали своих Таиланг очень сильная девочка Вот Эквадорка из Казахстана Девочка очень сильная Ну По рывку начали После рывка оказались третьей Вот За один раз По стопам шла еще четвертая девочка Которая Она Лесила 120 кг Которая на 50 кг Почти больше у нас есть Тоже мы не сбрасывали со счетов Ну Начали Тактическая борьба Началась после рывка После рывка Да То есть Сначала рывка И главное В рывке было не Потерять ни одного подхода Потому что с нашим весом 69 кг Толкать конечно там Было тяжеловато Что мы толкали дома К сожалению далеко От этих результатов Ну Ничего Светлана молодец Собралась Ну На зубах На костях Как бы Да Пришлось собираться прям Да потому что ну Потеряли и в ногах И в весе Толчок это силовое упражнение Я Так как она Воспитанница нашего города Города Видное Я хотел посмотреть в интернете Вот почему-то все категории есть А вот китайцы Может забыли Может попозже выложат Вот именно ее категорию Хотел посмотреть Там же показывают еще Закулисную К сожалению не смотрел Некогда пока было Там же показывают Как выводят ее То есть Такой момент Есть Ну Как бы вот так вот Да в толчке Борьба была у нас серьезная Да мы перезаказали Сначала соперницы Все там на 115 заказали Все перезвели на 120 Мы решили их пропустить Немножко Перезаказали на 120 Вот Казахская спортсменка С 121 первый раз На грудь взяла Немного Пережала сломанную артерию Ее повело Она бросила Второй видать Раз постраховалась Дожала На защиту Третий подход Она толкнула 123 И тут мы уже боролись за медаль Вторым подходом Толкаем 125 И завоевываем Пока Серебро У нас еще Тайка не начинала Тайская спортсменка И у Эквадорской спортсменки Один подход был Она заказывает На 129 И берет на грудь Мы становимся вторыми Но у нас остается одна попытка И мы Думаем Ну что Как бы 130-128 Решили на 130 Попробовать Побороться даже за первое место К сожалению На тот момент Не позволяли нам Может быть Желание и было Но Силы Недостаточно Была И сделала В общем В картине Хорошо Вторая девочка Сереброва Тоже молодец Потеряв Это не тяжеловес Который Теряет Три-четыре Килограмма Не замечает А все-таки В категории 58 Это серьезно Ощутимо Толчки И молодец Она собралась На пять подходов Тоже 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 Последний Подход Даже за золото Поборолись На моем Молодец Упиралась Даже Был Лидером Уже Немножко Занервничали Тоже Достой Ну Хеток Понятно На голову Ходил на 201 Тоже рядышком Был Толкнул И Переставляя Ноги Вот так Рядышком Достой Что у ребят Что у девочек Ну результат очень серьезный И все Проведение соревнований Разминка Разминка Перед помостом Сам помост Все как бы очень На высоком уровне Да Все как бы здорово А где жили там Как вас привозили Ездили автобусы Каждые 15 минут Далеко от зал был-то? Ну 10 на автобусе А ну это нормально В деревне Были много разных маршрутов То есть где-то Проводились на 6-7 Разных стадионов То есть соревнования Вот у нас В нашем только Тяжелая атлетика была Больше ничего не было И маршрут автобуса То есть привозил Увозил нас Свободно Можно было приезжать Уезжать Болельщиков Не пускали На разминку Только на сами соревнованиях По билетам Вот И делились На разные сектора То есть посередине Допустим Какие-то прессы Либо там Какие-то важные гости Да С другой стороны Там только зрители По билетам А слева Допустим Какие-то специалисты Либо тренера Очень интересные По поводу Ну Олимпийские Деверы Как бы С безопасностью Они молодцы Все на высоком уровне Проверка сумок Как бы Всего остального Молодцы В деревне тоже все хорошо Комнатки небольшие были Чистенькие Все Уютники С кондиционерами Питания Хватало Всем Три этажа Всего желания Кухонь Национальный Наверное Да Хоть русская Хоть Там не было такого Как мы видим В телевизоре Там Большой шведский стол И разные Пожалуйста Там Подразделения не было То есть просто все вместе Лежало И спортсмены На любой вкус берешь Американцы там Что-то одно Русское что-то другое Ну Вечером каждый раз там Праздники Как бы все это Организовывали Какие-то длительные Экскурсии Ну да Я посмотрел там Много очень роликов Вот Китайский канал Выкладывает там Как досуг проводят Для олимпийцев Ну и были такие Игровые какие-то комнаты Там И много можно было Каких-то сувениров Заработать Там Полотенца Брелки Все остальное То есть было чем заниматься Да Отвлекаться немножко Ну Вначале конечно Спортсмены Особо никого не ходили И взяли свои соревнования Закончили То есть Немножко начали И вообще как бы хочется Поздравить с нашей сборной Всю команду России Ну да Второе место Второе место Причем В прошлом С прошлой алимпиады Больше медали Намного На 10 Молодцы Все ребята Ехали Серьезно Бороться И как бы Как бы не говорили Что это как бы Фестиваль там Я не знаю Как это Праздник для детей Ну как бы Все страны боролись Боролись серьезно На высоком уровне Посмотреть там И рекорды Как бы были И В плавании И Не знаю Легкой атлетике И тяжелой атлетике Пожалуйста Устанавливались рекорды То есть Уровы настолько высокие Все растет и растет А была возможность Побывать там На других каких-то Соревнованиях Да Если у тебя есть Аккредитация Ты можешь на любой Европейский объект Без билетов Да Либо Допустим У спортсменов нет Такого тренера возможности Им давали Пожалуйста Бесплатные билеты Можно было ходить На какие-то Соревнованиях То есть У нас многие И так делали Там ходили Ну что хочешь Посмотри Вот Я к сожалению Уехал Говорят Очень много народу На пляжном волейболе На финале На гангболе Говорят Очень интересно Последние игры Мне к сожалению Не получилось Раньше А все участвовали На открытии На закрытии Выходили на стадион Нет Разрешили Не всем Я даже считаю Что это лучше Потому что Некоторые спортсмены выступали Чуть не на следующий день А это Открытие Может быть Три-четыре часа проходить Пока какая-то там Репетиция Пока какие-то мероприятия То есть Устают спортсмены И плюс аккалиматизация Жаркая погода Вот И вот там Организаторы решили Что по одному человеку Будут нести От команды Влаг Я считаю А кто желающий У кого есть аккалитация Возможности Могли На трибуну Посмотреть Ну Основная Масса спортсменов Не ходила Потому что Готовились К соревнованиям А как отельно температуру Была Или там есть Столько температур Сколько влажности Температура Даже до сорока Доходила Солнце Такого Жаркого Не было Несколько дней Такой смог Но особенный климат Душно Вещи не высыхали Ну да Влажность даже Высокая Ну как бы я говорю Как бы не Пеняли на этот поход Потому что Все таких условия были Те же Ну китайцы Можем привычки А другие страны Так же выступали Как мы И так же приехали А странно Почему У нас же раньше Практиковалось Еще Там 70-80-е годы Специально Ну Спортсмены Накануне соревнований И проводили сборы Именно в таких условиях Которые Похожи на те Да Ну может быть Могли бы в Сочи Например сделать Хотя бы сборы Взрослых Как бы может быть Ну детей Пока Не позволяют Может быть Финансы Может быть Еще что-то Ну Взрослых Так делают Было Может быть Неплохо даже А я вот увидел Ну Смотрел поток Петровой Я обратил внимание Тренер Я ее не видел Он ездил? Нет К сожалению Он не попал на это соревнование Он как бы собирался Но у нас сейчас Такая немножко Новый закон вышел По которой По которой программа Значит Тренеру На личные деньги Не дается На поездку На соревнованиях Теперь только Перечитает себя По безнову То есть Какая-то Выходит на торги Фирма Выигрывает И покупает билеты Ну Тендеры И К сожалению Он по срокам Не успел То есть Выиграл Какая-то фирма Где-то В Иркутске И она К сожалению Не успела купить билеты И все остальное И Уже не было смысла И Получилось так Что Владел Ставчий тренер И Помогал Опять Сталкиваемся С какой-то Бюрократией Вроде Олимпийские игры Серьезность Какая-то Бюрократия Неужели нельзя Это все заранее Спланировать Сделать Вот так Получается Я вот Обратил Яркин Он такой Какой-то Человек Без эмоций Можно сказать Серьезно Он Это просто Мы видим на соревнованиях В жизни он другой Нет В жизни он конечно И смеется И улыбается Потому что я видел даже фотографии Нет На соревнованиях Настрой Мухацы Настраивать Нет В жизни он как бы И смеется И шутит Вполне Нормальный человек Еще Леша Я обратил внимание Я думаю И остальные тоже Обратили внимание Вот Те потоки Во всяком случае Которые я смотрел Я еще не все их просмотрел Ты все время Там Выводишь спортсменов Это Твое любопытство Там Или там Перенятие опыта Какого-то желания Или Ты вот Секудировал Допустим Олимпийку подать Забрать Я понял Петровой Анастасии Я помогал Так как Тренерами Не смог Лично приехать Николай А с ребятами Николай Алексеевич Колесников Как бы Если не сложно Поассистировать Помоги Народу не так много Приехал То есть он И один личный тренер Как бы Народу много И За подходами Посчитать на табло Или что-то там Еще Быстрые Перезаядки Личный тренер С спортсменом стоит Главный тренер Тоже смотрите Как он Разгивается Ну Чем больше Тем даже Лучше Чтобы делать Таких случаев Как в Лондоне Человек Ну Кто-то может Сам все Решать Я все Сам буду делать Кому-то помощь нужна Как бы Ну Я никогда не отказываю Если не нужно кому-то помочь Пожалуйста Тем более Мы приехали все вместе Командой Одной сборной Все Боремся Болеем За одно Общее дело Но это Есть же какой-то опыт Каждый поток Да Конечно Все-таки уровень Такой соревнований Да И вот Лично мое мнение Как бы Это не детские соревнования Какие-то Все равно Как бы Очень большой опыт Да И для спортсмена И для меня как тренера Вот эти игры Да Не сравнить С российскими соревнованиями Либо с миром Да Все равно совсем другой Накал какой-то страстей Там Да Я не знаю Эмоции Вот У тренера У спортсмена Настрой То есть Все немного другое Я считаю то, что Бесценный опыт Как бы В этих играх И даже Ну как говорят Да Не важно там Выиграл или не выиграл Участие Да Ну На таких играх Как бы Участие Да Конечно хочется Медаль выиграть Да Но участие На таких играх Тоже я считаю Дорога выставит А вот Для Тех Кто Не особо следил За Светланой Щербаковой Хотя вот Была Возможность Я размещал видео Когда вот она Рекорды Каширины побила В возрастной Возрастной Группе Со сборов Перед Олимпиадой Перечислили ее Достижения Кроме того, что она Мастер спорта Международного класса Теперь еще Второе место На юношеских Олимпиадах На юниорских Теперь Какие у них еще есть? Россия Она выиграла в 2013 году Спартакеаду Финал России В 2013 году Мы выиграли Лучшие достижения 106-135 Вот Тоже да Хорошие Вот В этом году Мы целенаправленно Готовились к этим играм Мы основного старта Пропускали Выставили в этом году Только на Центральную Федеральную Кругу России Подняли 102-130 По-моему И На третьем этапе Спартакеады В России В Курске Подняли 106-134 А так Европу и Россию В этом году мы целенаправленно пропустили Чтобы подготовиться к этим соревнованиям Сейчас Сейчас Не знаю модно это или нет Но Очень многие Олимпийские участники Не обязательно призеры Они любят потом Год или два отдыхать У вас какие цели интересны? Мы Как бы не роботы Тоже готовились Горь без прерыва Отдых Работали Тренировались В течении Двух-трех недель Мы отдохнем Конечно Планируем на России выступить В конце этого года Вот И Мы 98-го года У нас следующий год Мир До 17 лет Будем готовиться В Перу Это Какой месяц Приблизительно Приблизительно И Я даже Когда вы уехали Я размещал видео Интервью Тренеров Спортсменов И Когда Лазил по интернету Нашел Видео Украинцев Сборной Они Рекламировали Такое впечатление Как будто у них нет там никаких сложностей Ни с финансами Ни с Политической обстановкой Они Мне так показалось Рекламировали Эту олимпиаду Не то что рекламировали А Освещали Гораздо значительнее Чем Наша страна Вот Хочу тебя спросить Может быть просто Это нигде не снималось И не афишировалось Вот эти вот У них там Прием был Официальный Очень грандиозный Там Министр спорта Поздравлял Там очень многие известные Вот Например Штангистов Тарухтий Например Напусственное слово Говорил Вот У российской сборной Было ли что-то подобное? Ну рекламы я к сожалению тоже никакой не видел В Тельвейцев или еще где А в аэропорту да Нас провожали Нас Напусственные слова говорили То есть У нас Делегация в принципе Была у нас И Жуков Вот Президент Олимпийского комитета И Замминистр У нас там был Колопов И Кто сейчас видит Олимпиады Это Давыдова То есть Вип зоне Брали да И перед отлетом Тожественная такая часть И Встречали Так же У нас В принципе Участников А кто вот интересно встречает Я вот например хочу Вот Проходит Перебью извини Проходят какие-то международные старты Там Штангистов да И Например Хочу поехать Ну все же сюда в Москву прилетают То есть я могу Да То есть я могу Тем более в Домодедов мне ехать тут 15 минут И я например могу приехать Снять Их Их не прилет Снять интервью А почему это никто никого не приглашает Нигде-то не афишируется Ну не знаю Вот На этих мероприятиях Когда мы по прилету были Не знаю Ну Много Очень конспонентов Много было Я не знаю Ну не соврать Человек 30 наверное точно С видеокамерами С фотоаппаратами Вот Опять же Годи нас встречал так же и Жуков и Коловков Давыдов То есть официальные лица Вот Даже Приезжал Начальник Только одни фотографии Ну Фотокамеры И Корреспонденты А Хотелось бы чтобы там Ребята там С флагами Этих Регионов Бы Интервью Какие-нибудь там Напустанные слова Там Кстати вот когда вот вы прилетели Интервью Можно было взять или нет Да 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 Можно было То есть Спортсмены которые не очень устали Да давали интервью какие-то То есть Фотографировались Фотографы Да не знаю Вот Некоторые просто уже ждали Как бы они прыгали на поезд Дальше ехали А многие Да почему были готовы Вот Ну К сожалению да У нас так как бы только личные какие-то Ну друзья близкие да Там либо родственники знали об этом Когда кто прилетает и во сколько А так у нас да конечно интересно Спасибо Спасибо